Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. О самых важных событиях недели в ближайшие полчаса. Прошла неделя, о семье Деминых не перестают говорить. Речь уже не о бывшем вице-мэре Барнаула Сергее Демине. В прошлую пятницу его отправили в колонии строгого режима, а его супруги и сыни, на которых завели уголовное дело за оскорбление судьи и прокурора и угрозы сотрудников ФСБ. Такой прямолинейности относительно представителей власти и правоохранительных органов в Барнауле давно не слышали. Артем Гусельников попытался разобраться, что может грозить родственникам Демина за свои слова и к чему в целом это может привести. Вы что творите-то? Невиного человека убите. Прокурором, б***ь, как с ними, б***ь. Прошло ли совсем? Чего вы давились-то? Вы землю разрушили? Именно так закончился суд по делу бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Его супруга и сын ярко выразили свое отношение к приговору. 9 лет строгого режима. Его признали виновным за коррупционные схемы. Сумма штрафов свыше 15 миллионов рублей. Именно столько, по версии следствия, чиновник должен был получить от гендиректора Барнаул Капстроя Александра Конакова. Обвинение уверено, что последний при участии Демина возглавил Капстрой и имел свободу действий. Однако теперь дела заведены не только на главу семейства Деминых, но и на его супругу и сына за оскорбление судьи и прокурора. Всем понятна реакция моей семьи, моих родственников. Почему они так говорят? Почему они так поступили? Мы абсолютно не согласны и будем бороться. Уже после суда, говорится в материалах дела, Олег Демин угрожал сотруднику ФСБ. Его подозревают по части 1-й 318-й статьи «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Мужчину арестовали. Избрать в отношении подозреваемого Демина Олега Сергеевича 2-го и не 87-го года рождения. Меру пресечения в виде заключения по страже сроком на 10 суток. Это время Олег Демин проведет в СИЗО. Однако не исключено, что срок продлят. А пока ведется расследование, чтобы дать оценку поведению и сына, и его матери. По словам психолога, причина такого поведения – шок и физиологический аффект. Быстрая ответная реакция. Произошло вот это короткое замыкание. Причем физиологический аффект, он, как правило, и длится секунды, минуту. И человек очень агрессивно себя ведет. Это может быть физическое насилие. Это может быть провокация о драке. Это могут быть оскорбления достаточно в грубой форме. Однако смягчающим обстоятельством считается другой вид аффекта – патологический. Он возникает только в тех случаях, когда что-то угрожает жизни и здоровью человека. Но в случае с Деминым-младшим и его матерью ситуация хоть и неприятна для них, но прямой угрозы не несет. С психологом согласен и юрист. В данном случае состояние аффекта никого не будет вести, потому что у нас законодатель дает подробное объяснение состоянию аффекта. А состояние аффекта – это непродолжительное состояние, в период которого лицо не может в полной мере отвечать за совершаемые им действия. То есть в данном случае о аффекте никакого речи не будет вести. При этом, говорит Максим, поведение Демина-младшего не должно сказаться на рассмотрении апелляции отца. Юридически они разные субъекты. Тем временем идет рассмотрение дела против Ольги Деминой. Ее обвиняют в неуважении к суду. Женщине может грозить до шести месяцев лишения свободы. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Врачебное сообщество продолжает обсуждать визит в Барнаул министра здравоохранения страны Михаила Мурашко. Напомним, в минувшие выходные федеральный гость посетил сразу несколько образцово-показательных медицинских учреждений города. Мурашко пообщался с медиками и пациентами, однако не все именитые врачи смогли встретиться и задать действительно важные вопросы высокому гостю. Спустя неделю после визита министра у них появилась такая возможность, правда, через экран телевизора. На такие встречи меня не приглашали, и я с ним лично не встречался и не виделся. Ни общественника Константина Николаевича Емешина, ни именитого врача Якова Наумовича Шойхита пообщаться с Мурашко, который посетил в Барнауле несколько поликлиник и медицинских центров, не пригласили. А ведь к министру у них были вопросы. Самый острый кадровый дефицит врачей в регионе. У нас поставлены, есть государственные больницы, а есть частные больницы. Частные больницы, они вольно могут нанимать кадры, платить заработную плату. А в государственных это настолько все заформализовано и несправедливо. Врачи в Москве получают 120 тысяч заработной платы, наши врачи все время жалуются о том, что нет этого. От такой несправедливости алтайские медики бегут в частные клиники. В результате пробиваться к специалистам приходится с трудом. Кстати, в ходе визита Мурашко в Барнаул Виктор Томенко кадровую проблему признал и добавил, что быстро ее решить не получится. Работа в этом направлении ведется. Постоянное увеличение числа бюджетных мест, постоянное повышение качества преподавания. Реализуются у нас федеральные инициативы. Земский доктор, сельский фельдшер и так далее. Это тоже в какой-то части помогает сегодня решать вопросы. Федеральный гость впервые в Барнауле. Мурашко прилетел прежде всего проверить реализацию нацпроектов. Посетил строящуюся 14-ю поликлинику. Министр предложил развернуть здесь еще и отделение реабилитации. Однако в почти достроенном здании места не оказалось. Наверное, все-таки вряд ли почему. Скажу, проговорил, что за последнее увеличилось на 5 тысяч. Мы уже сейчас смотрим... Население? Да, население смотрим, что нам нужно будет перераспределять кабинеты, добавлять в том числе и под узких специалистов, потому что население выросло и под участковых терапевтов. Как вы попали сюда? У вас сложности были попасть в поликлинику? Да, да. В поликлинику было, конечно. А в чем сложности заключались? Ну... Нет, про направления какие-то возникали? Ну, всяко бывает. Выявить заболевание в поликлинике и сразу же направить на лечение в профильную больницу. Так, в идеале, должны работать все звенья медицины. Отметил во время визита в Алтайский онкодиспансер, министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Это высшее мастерство врачей всех этапов, и амбулаторно-поликлинического, и стационарного. Потому что здесь специализированная помощь. И ждать и продолжать лечение на амбулаторном этапе здесь не нужно категорически. Алтайские политологи отметили, что визит высоких чиновников регионный не случайен. Цель – получить финансирование на модернизацию того или иного звена. В данном случае – здравоохранение. Все равно у нас стоит задача тут и с модернизацией больниц, и с строительством новых поликлиник. И вот без попадания в федеральные программы мы сами по себе бы не решили эти вещи. Мурашко, с одной стороны, как бы и вник в ситуацию, которая здесь есть, в Министерстве здравоохранения Алтайского края. И при этом все равно проехал, посмотрел, пообщался вживую, то, что называется, в полях. И в любом случае выводы и польза Алтайскому краю несомненно будет. Кстати, в ходе рабочей поездки министр здравоохранения стало известно, что Алтай получит 8,5 миллиардов рублей на развитие первичного медицинского звена. Посетил высокий чиновник и образцово-показательную поликлинику номер 9. И даже похвалил руководство учреждения за дистанционную работу с гипертониками. Пациентам с высоким давлением выдают тонометр, а показатели с него автоматически поступают в информационный центр. Если он попадает у нас в красную зону, к нам приходит сообщение в планировщик, что данный пациент, с ним необходимо созвониться. И доктора сегодня констатируют, что среди той группы пациентов, которые используют такой мониторинг и педантично принимают лекарственные препараты, фактически острых состояний удается избежать. Лечение на высоком уровне, отметил гость во время экскурсии по краевому кардиодиспансеру. Другое дело, когда пациенты сами не принимают препараты. Один пациент, мы его спросили, почему не сделал. Он говорит, наверное, это авось. Когда мы с ним проговорили и следующие шаги, какие он должен сделать, мы его спрашиваем, вам понятно, что вам это нужно сделать, чтобы еще более тяжелого осложнения наступило. Он ответил, я подумаю. Нам, честно говоря, обидно, потому что мы реально можем даже небольшими советами, образом жизни, лекарственной терапией спасти большое количество людей. Не используют жители и бесплатные методы профилактики, отметил министр. Например, та же вакцинация против коронавируса могла бы минимизировать осложнения от ковида у сердечников. Пациенты, получившие вакцинацию, во-первых, крайне редко болеют, а если и заболевают, то течение заболевания идет чаще всего в легкой форме. Как можно спорить с людьми, которые не основываются на данных статистики, на данных медицинских наблюдений? На мой взгляд, это схоластика, бессмысленный спор. На сегодняшний день десятки миллионов человек по всему миру уже привиты российскими вакцинами. Так, например, в Сан-Марина именно эту республику привел в пример Мурашко основная часть взрослого населения вакцинирована спутником ВИ. Результат – все ковидные госпитали в небольшом государстве закрылись. Людей, нуждающихся в госпитализации, нет. А тем временем в России, в частности в нашем регионе, ковидные госпитали только заполняются. Валентина Скирова, Андрей Печоркин. День с толком. На этом новости политики не заканчиваются. Прямо сейчас, можно сказать, медиана масштабных выборов, которые проходят в России с пятницы по воскресенье. В эти дни люди голосуют за тех, кому доверят в ближайшие годы представлять их интересы в местных администрациях, краевых законсобраниях и Государственной Думе. Говорить о ходе и итогах избирательного процесса мы будем позже, а пока Татьяна Голубева взяла интервью у политолога Константина Лукина о том, чего ждать, к чему готовиться и на какой отклик у избирателей стоит рассчитывать. Официальный день голосования уже завтра, но народ уже голосует. Изменится ли, по-вашему, как там расклад политических сил? Удастся ли новым партиям каким-то образом посоперничать с мастодонтами? У нас каждый выбор в Государственную Думу меняется политической системой. Каждый раз мы просыпаемся в другой стране. Кто бы к этому не относился, но, тем не менее, каждый раз это дает старт новому политическому циклу. И от того, какие партии сколько получат, кто из одномандатников где пройдет, зависит от того, в какой реальности мы будем жить следующие пять лет. И в любом случае от участия каждого кандидата и каждой партии очень многое зависит. Потому что выбор — это все-таки борьба идей, борьба программ. И определенная доля жителей России поддерживает ту или иную программу. Это в любом случае учитывается. Это будет все равно показывать, куда дальше политическая конструкция, политическая схема будет меняться. Ведь не секрет, что нас ждут изменения в составе парламентских партий. Мы явно именно в этот цикл увидим уход и появление новых лидеров. И от того, сколько те же малые партии получат, кто из малых партий пройдет в Госдуму или все-таки преодолеет 3% и получит госфинансирование, право участвовать по всей России без выборов. Будет зависеть очень многое. Шансы у небольших партий есть? Есть. Шансы есть. Понятно, что не у всех небольших партий. На протяжении всей кампании всегда озвучивалось, что есть 4 партии, которые теоретически способны получить неплохой результат. Там партия пенсионеров, новые люди, яблоко и коммунисты России. Собственно говоря, если новые люди, партия возникшая не так давно, всего 2-й год на политической арене, то 3 предыдущие партии, они, как правило, где-то по регионам и получали неплохие результаты. Мы все равно увидим представительство, вот партийное представительство в Государственной Думе будет достаточно большим. Я уже сказала, что голосование стартовало. Насколько активны жители и поможет ли действительно тот факт, что голосовать можно в течение трех дней, пятница, суббота, воскресенье? Явка может стать выше? Три дня удобнее всего. Все-таки пятница – это то время, когда можно прийти проголосовать и на выходные уехать за грибами, на дачу, заняться какими-то своими делами. А в принципе, какой-то большой запредельной явки мы не ожидаем. По большому счету, конечно, вообще главная интрига и зависимость результатов на этих выборах будет от явки. Посчитаем завтра в 8 вечера, посмотрим на явку. И вот, собственно, говоря от того, насколько она будет большой, изменятся расклады. Вот за счет трех дней голосования все-таки явка может стать выше? Чуть-чуть выше может. Если бы, наверное, этого не было, на самом деле нежелание людей участвовать и ходить на выборы – это же мировая проблема. Абсентизм в обществе нарастает последние 20 лет и затрагивает вообще все страны мира. Это не только сказать, что у нас падает явка, особенно в крупных городах. Нет, это такая общемировая тенденция. И, собственно говоря, на самом деле больше всего, конечно, все ждут когда-нибудь ухода в онлайн-голосование, потому что это действительно удобнее, проще и позволит охватывать большую численность жителей. Тем не менее, явку мы ожидаем сопоставимой с 2016 годом, и это уже хорошо. Это уже является хорошей большой явкой. Какой портрет голосующих? Это больше пенсионеры, которые обычно приходят голосовать, или все-таки молодежь тоже активна? Здесь сейчас структура явки на выборах все-таки меняется. Ведь когда мы говорили, что вот только пенсионеры ходят на выборы, мы это говорили там и 20, и 25 лет назад, да. Но дело в том, что тех-то пенсионеров, к сожалению, уже нет. А те, которые сейчас вышли на пенсию, это же те, которые как раз были, когда они были там 40-летними, они не ходили на выборы. И поэтому, да, структура явки сейчас молодеет, и молодежь, в принципе, достаточно неплохо ходит на выборы, в отличие, там, опять же, там, вот там, вот конца 90-х, например, начала 2000-х годов, когда там калачом не заманишь молодежь на выборы. Как вы считаете, есть потребность у людей в новых лицах, в той же Государственной Думе, в Крыловом Законодательном Собрании? Да, запрос на перемены существует всегда. Да, все как раз зависит от, там, степени, что больше люди хотят, там, стабильности или перемен. И при этом, как правило, это все равно, там, ну, 50 на 50, но бывает, там, вот, 53 на 47, да, вот в зависимости... Почему больше хотят? Вот сейчас пока хотят больше перемен, хотят больше новых лиц, и поэтому, там, те политические силы, которые отвечали на этот запрос, ну, вот они и соберут в большей степени, там, голоса тех, кто этого хочет. Эта предвыборная кампания, она была какая-то, знаете, ну, люди, по крайней мере, об этом говорят, она была достаточно тихой и незаметной. Почему? Ну, вот, интересная особенность, почему-то, вот, особенность кампании 21-го года, да, тем, что, в отличие от всех остальных кампаний, она была тихая и незаметная для людей. Ведь, пока не начались, наверное, дебаты, пока СМИ не включились в избирательную кампанию, это проходит за месяц до даты голосования, да, мы практически не видели, не слышали ни кандидатов, ни партии. Не было, ну, там, раскачивания каких-то интриг, не было скандалов, вот, все, что было присуще системе до сих пор. Но, опять же, здесь есть, ну, как бы, два фактора. Первый фактор, это все-таки, там, пандемия, которая наложила и ограничения на возможность агитации, да, и нежелание, там, ну, людей запускать в квартиры, да, зачем, там, разворачивать большую сеть агитаторов, если их не будут пускать в квартиры, это же канал коммуникации в никуда, да, и, соответственно, в большей степени это уходило в онлайн, это уходило в мессенджеры, и, ну, вот, пандемия наложила, конечно, свой отпечаток. Второй фактор, это отсутствие достаточного количества ресурсов и, там, там, кандидатов, которых способны. Все-таки не так много, даже у парламентских партий, вот этих возможностей, поэтому сосредотачивались, то, что называется, сосредотачивались к концу кампании. Ну, опять же, все привыкли к тому, что лето, пора, там, отпусков, дач, всего остального, да, и, вот, собственно говоря, поэтому мы увидели, по большому счету, старт кампании только, вот, там, в первых... Ну, да, активно. Да. Использовался ли черный пиар, потому что такое частенько бывало раньше? Это в любом случае есть. Стали использовать меньше черного пиара, вот то, что там касается, там, выпусков, там, газет, там, расклеек, еще чего-то. Опять же, это все шагнуло в интернет. Вот именно интернет сейчас завален фейками, домыслами, чернушными роликами, высказываниями. То есть, огромных каких-то серьезных скандалов в эту предвыборную кампанию, получается, не было? Да, в этом плане кампания-то прошла, на удивление, тихо. Здесь той же оппозит... Это с тем же связывается с пандемией или с чем-то с другим? Ну, и сама система поменялась, да. На самом деле мы все равно политическую систему уже постоянно меняют с точки зрения, там, действительно, прозрачности, честности и управляемости, да. Плюс, вот, те законы, там, 67-й или 20-й закон о выборах депутатов Госдумы, да, вот, он достаточно жестко регламентирует отдельные вещи, и, ну, уже нет такой вакхналии, которая была, там, вот, в конце 90-х, начало 2000-х. И здесь отсюда отсутствие больших скандалов, никто сильно даже легитимность-то не бьет. Вас ждать ли каких-то скандалов после выборов? Как правило, отдельные кандидаты все равно поднимают скандалы, зачастую, у многих кандидатов, в первую очередь, конечно же, от оппозиции, да, сама кампания строится на тем, чтобы поднимать скандалы и ругать власть. Поэтому, да, конечно, будем слышать, и, там, и сейчас, там, в интернете видим, да, там, отдельные высказывания, как все плохо, тут все давят, с нами борются. Но, опять же, это просто некий элемент избирательной кампании самого кандидата. Вот, если он строит, вот, развивает образ борца, который борется с системой, да, то он вынужден себя вести таким образом. Каким будет, ну, итог этой предвыборной кампании, итог выборов, или об этом все-таки пока еще рано говорить? Итоги совсем рано проводить. Все-таки, на самом деле, вот, от 19-го, от явки 19-го особенно, да, будет, вот, там будет зависеть. То есть, это будет самый такой, такой, самый день. Самый день, да, вот, завтра это самый важный день, вот, где, там можно будет смотреть все-таки, чей электорат вышел. Вот, кто эти люди? Лоялисты? Или те, кто идут против власти голосовать? Если против власти, то за кого они идут голосовать? Вот, тем не менее, мы просто вот, мы просто ожидаем, ну, другую Думу, другой состав Думы, другое распределение. В любом случае... Это реально вообще, что оно будет другой? Да, конечно, конечно. Причем, еще раз напомню, у нас еще не было ни разу одинаковых выборов в Госдуму, и не было ни разу одинаковых результатов. Вот, сенсацией 16-го года тогда стало общее уменьшение количества депутатов от всей позиции. Раз, и то, что тогда ЛДПР практически обогнали КПРФ, да, вот, борьба тогда шла, а кто будет второй все-таки? Вот, сейчас такой интриги нет, но возникает следующая интрига, а что будет с ЛДПР? Вот, сколько они по итогу получат, да, потому что вот этот удельный вес каждой партии, да, и, ну, и, соответственно, что будет с малыми партиями? Сумеют ли они куда-то прорваться? Это же тоже сразу изменит все остальные вещи. Но вот подводить этому итоги можно будет, конечно, только завтра. Мухоморы. Новый способ расширить сознание и избавить себя от болезней и простуд. Именно так считают любители этого вида грибов. Однако наркологи и токсикологи не согласны. По их мнению, потребление может привести исключительно к зависимости и психологическим расстройствам. Подробнее в нашем специальном репортаже. 2021 год неожиданного перерождения мухоморов. Грибы, которые чаще фигурировали в сказках, выходят в реальность. О них вспомнили и устроили настоящую охоту. Большинство людей считает мухомор смертельно опасным видом грибов. И если используют его, то в качестве ингредиента для настоек, для наружного применения. Однако сейчас популярность мухоморов растет. Их используют как для получения психоделического опыта, так и как природный антидепрессант и наотроп. Звучит как что-то мистическое. Такую практику использовали в религиях, где шаман был проводником между людьми и богом. Употребляя мухоморы, глава культа входил в транс и общался с верховными существами. Другая историческая причина – тонизирующий эффект малых доз, что помогало в долгих переходах. В скандинавской культуре мухоморы ели перед боем, чтобы прийти в состояние берсеркера – воина без страха. У мухоморов изначально и ботиновая кислота, она наиболее такая токсичная. Именно она вызывает нарушение сознания, вызывая эйфорию. То есть больной находится в состоянии, ну будем говорить, опьянения. Это наркотическое опьянение, он ведет себя дурашливо, старается навязаться в разговор какой-то. Это происходит в течение первых полутора часов. После этого клиника, как правило, продолжается еще 2-3 часа. Сегодня их употребляют и школьники, и пожилые люди. Добыть мухоморы стало проще. Предложения есть на сайтах крупных интернет-магазинах, в сообществах, в социальных сетях и на отдельных ресурсах, специализирующихся в основном на этом виде грибов. Легальность, невысокая цена и желание ощутить эффект на себе толкают многих людей на размещение интернет-заказа или самостоятельный поход в лес. Вообще, это гриб, будем говорить, космополит. Он встречается везде, по всему земному шару, а реал у него огромный. Значит, ну на нашей территории, в России, он связан с лесами березовыми, хвойными. То есть, практически с лесами, с любыми. Встречается везде. Ну вот, довольно часто он встречается вместе с боровиком. Но, несмотря на доступность, мухоморы необходимо еще и правильно приготовить, иначе экспериментатора ждет отравления. Мы не будем описывать рецептуру, чтобы не провоцировать потенциальных грибников, но малейшая ошибка может стать причиной посещения токсикологии. Так, например, один из пациентов на спорт съел несколько шляпок мухомора. Появилась слабость, недомогание этого окружения, тошнота. Состояние на момент поступления оценивалось как средней степени тяжести. Жалобы сохранялись прежние. Плюс появилось нарушение зрения, нарушение фотофиксации, мелькание предметов перед глазами. Пациент провел в больнице три дня. Для того, чтобы нормализовать его состояние, врачам пришлось провести принудительное промывание желудка. Общей статистики, сколько человек могли отравиться мухоморами, нет. В местных лабораториях не могут определить действующее вещество. Но, несмотря на возможную опасность употребления, интерес к мухоморам только растет. Нам удалось пообщаться с несколькими потребителями грибов. Этот молодой человек пожелал остаться неизвестным. Назовем его Вадим. Говорит, сперва узнал о тематике от друзей, а потом решился на так называемый трип. Я чувствовал неограниченный резерв силы. Как такового опьянения не было. Абсолютно ясная голова, ясные мысли, никакого шатания, каких-то мутников, ничего такого не было. Все зависит от личных каких-то, ну, от организма, что за организм, как это все переносит, все эти вещества. Да, есть люди, которые прям проваливаются достаточно глубоко, испытывают ощущение смерти. После пережитого ощущения смерти, говорит Вадим, экспериментаторы, как правило, уже не возвращаются к мухоморам. Слишком велика боязнь. Однако есть и другой способ употребления, который не вызывает значительного изменения сознания – микродозинг. Это прием внутрь малых порций на постоянной основе. Именно в таком случае грибы преподносят как природный антидепрессант иноотроп – вещество, стимулирующее организм. Мухомор просто показывает на ваше здоровье, ваши болячки, ваше все это такое. И то есть те люди, которые хотят получить от него кайфа и переедают его. И ничего хорошего, кроме большой тошноты и, извиняюсь, диареи, вы не получите от этого гриба. Он только его нужно принимать в правильных дозировках, и только тогда от него какая-то польза может быть. Открыв для себя микродозинг, 4 года назад, говорит Александр, он практически перестал болеть. В случаях редкой простуды выздоравливает без посещения врачей. Но психиатры и наркологи не согласны с грибниками. По их мнению, даже с минимальной дозировкой мухоморы могут привести к зависимости и необратимому поражению клеток мозга, вплоть до психиатрического диагноза. Как и любая другая зависимость, это, к сожалению, как правило, патологический замкнутый круг, который обрекает на для кого-то многолетнее, для кого-то краткосрочное. Почему краткосрочное? Не с выходом в выздоровление, а, к сожалению, с выходом, опять же, в инвалидность, либо в летальность. В отзывах интернет-магазинов появляется все больше положительных комментариев. Кому-то мухоморы помогают бороться с бессонницей и утренней сонливостью, а для кого-то становятся средством для погружения в психоделическое пространство. Точно так же напополам делится и общественное мнение. Что это, легальный наркотик или забытое средство народной медицины? Вопрос остается открытым. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Барновский фотограф побывал в арктической экспедиции по Таймыру. Евгений Борисов впервые снимал посреди льда. И фотографировал он не только красоту, но и трагедию природного мира. Медведицу и медвежат, умерших от продуктов бытовой деятельности человека. После этой поездки фотограф очень много рассуждает о проблемах экологии. Общается на эти темы со своими подписчиками и нашими телезрителями. Татьяна Голубева поговорила на актуальные темы в привычной для фотографа среде – природе. Зайцы бывают, кстати. Вот каждый год, раза два, наверное, вижу такого прям серого крупного зайца. Удается сфотографировать? Нет. Но удача чаще всего на его стороне. Фотографией Евгений заболел в 2013-м. Сначала в объективе была природа Алтая, потом захотелось большего. И вот уже поездки в Африку, Бразилию, Гренландию, Исландию. На фото – животный мир планеты, многообразный, яркий. Недавно вернулся из российской Арктики. Впечатлило. Правда, не все впечатления оказались положительными. Мы на одном из острова Преображения увидели такую картину, где была мертвая семья белых медведей. Мы вывод сделали, что это отравление. Отравление как раз мамочка отравилась, ребятишки лежали, соответственно, до какого-то времени они кормились. Причиной смерти, по словам Евгения, скорее всего, стали продукты бытовой промышленной деятельности человека, которые они оставили на брошенной метеостанции. И это не единственная печальная история. В экспедиции они наблюдали сотни погибших маленьких линят. Очень много говорят о потеплении, о экологии. То есть это такая очень большая мировая глобальная проблема. Я вот у себя в Инстаграме осветил эту тему, но я понимаю, что там мои 5000 подписчиков, они вряд ли могут что-то изменить. А кто может изменить? Да, ну, каждый помаленьку, как минимум, не мешать. И не чтобы человек по возможности не на территорию, так скажем, там, где есть дикая природа и животные, не вмешивался. Вот это, наверное, самое главное. И все-таки положительные эмоции от экспедиции преобладают. Ведь снимать животный мир, даже если ради одного кадра приходится сидеть и ждать часами, исключительно в удовольствие. Есть даже свои фавориты в мире фауны. Если бы вы спросили, кто бы я, как животное, допустим, или как птица, то вот у меня два животных спорят. Это ягуар и леопард. Мне интересно было снимать и того, и того. Специально для ягуара мы ездили в Бразилию, в Пантанал, снимали с воды, где как раз дикие места его обитания. И там, конечно, его грация, мощь меня покорила. Говорить с Евгением можно часами, как и смотреть на плоды его экспедиции. Разумеется, для него важно мнение экспертов-фотографов, поэтому часто посылает свои работы на международные конкурсы. Но это не самоцель. Он получает удовольствие от своих поездок и теперь мечтает побывать в Антарктиде, изучить и поснимать ее животный мир. Ну а сегодняшняя наша прогулка по лесу тоже была продуктивной. Зайцев не встретили, но кое-кто попал в объектив. И это тоже удача. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Смотрите нас не только по телевизору, но и в социальных сетях и на Ютуб. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok